Добрый вечер! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. Стартовал ежегодный фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Карусель». Подробнее о самой идее, участниках и целях мероприятий всероссийского масштаба говорим с нашим гостем Павлом Симаковым. 8 лет назад родился фестиваль. Как это произошло и почему в Рязани? Произошло это очень спонтанно и сумбурно. Я тогда был студентом Рязанского государственного радиотехнического университета и помогал в своей школе, в которой я учился. У нас школа уникальна тем была, что там было три театральных коллектива. Был один английский театр Теза, театр Ласкут и театр Мельпомена. И я был таким мальчиком, который включал, выключал свет, техником сцены. И мы возвращались с одного из фестивалей в городе Зеленограде, ехали в Рязань. Была уже глубокая ночь, был где-то час ночи. Мы выехали сразу после спектакля, сделали награды. Сидели в автобусе, обсуждали. А было бы здорово и круто придумать свой театральный фестиваль и провести его в Рязани. Ну, одно дело дойти до такой мысли, и второе дело собрать всех. Фестиваль всероссийский, давайте напомним телезрителям. Да, все завертелось с той фразы в автобусе, давайте сделаем свой фестиваль. Мы пришли с этой идеей к директору школы 51-й, Коля Николаевна Маслюк. Она ее поддержала. Мы начали писать письма, мы начали обращаться к правительству, к администрации города Рязани. И так все завертелось. Начали приглашать своих друзей, которых видели на других фестивалях. Это был театральный коллектив «Окно» из села Таврова Белгородской области. Это был театр-студия «Синекраб» из Нижнего Новгорода. Были те наши друзья, которым мы в первую очередь написали приглашение. Никто не подозревал в тот момент, что фестиваль станет всероссийским, что он наберет такие обороты. Все хотели увидеть своих друзей здесь, в Рязани, на наших театральных сценах и показать спектакль наших друзей городу. А как это все произошло? Как собралось такое большое количество людей? И, кстати, сколько вообще участников? В этом году участников 14 в очном этапе, да, во втором этапе. Фестиваль проходит в два этапа. Есть сначала заочные заявки, там более 50 заявок было подано. Из них экспертный совет отбирает лучшие спектакли, и 14 из них входят в большую театральную афишу. И в эту неделю показывают все 14 спектаклей. Как получилось? Сначала мы рассылали всем друзьям приглашение, они передавали его всем своим друзьям. И мы и таким образом на первый фестиваль съехались. Я даже не могу вспомнить, сколько было коллективов и как были спектакли, располагались. А потом мы заключили соглашение с российским представительством Международной ассоциацией любительских театров при Союзе театральных деятелей Российской Федерации. И мы попали автоматически во всякие каталоги, журналы, и информация расстанялась по стране. И на нас уже коллективы выходили сами, сами начинали прислать заявки. Мы были очень удивлены. В какой-то год было более 60 заявок подано. Мы спрашивали, откуда вы о нас узнали? Да мы видели в интернете, нам рассказывали наши друзья. Главная цель для чего? Для кого это? Для чего? И что в результате? Да цели-то две. По сути дела, вот есть такое самодеятельное театральное движение. Вот село Таврово Белгородской области. Это маленькое село, где есть дом культуры, где есть свой театр, который все знают, который все любят, на который ходят. И там есть ребята, которые... Наша задача – увезти молодежь и детей с улицы, чтобы их свободное время было занято чем-то полезным, направленным на их саморазвитие. Но к этому моменту они должны быть уже готовы. Они должны понимать, что они ставят, какие-то режиссерские моменты учитывают, актерскую игру. То есть ребята должны быть не просто с улицы, а талантливые ребята, которые хотят это делать. Да, да. Но детей нужно заинтересовать. Поэтому два варианта. Первый вариант. В первую очередь обменяться опытом, потому что все эти театры существуют самобытные. Иногда окажешься, да кроме нас никого нет. Да нам так казалось, когда мы были в школьном театре, да кроме нас никого нет. Да, тут приезжаешь на фестиваль, а вот в Нижегородской области, а вот в Великом Новгороде, а у нас в этом году театр из Бурнаула, из Пензы, да, то есть все приезжают. Меняешь с ними опытом, думаешь, обсуждаешь какие-то проблемы. Это первое. Второе. Спектакли открыты, спектакли бесплатны. Каждый может записаться по телефону и прийти на спектакль на фестиваль «Карусель». Может посмотреть. И вдруг какой-нибудь маленький мальчик или девочка придет, посмотрит и скажет, мам, папа, я хочу заниматься театральной студией. Это как бы и самореклама этого театрального движения. И в то же время это обмен опытом и его развитие внутреннее. Вы действующих актеров, например, театра драмы приглашаете, чтобы они посмотрели. Одно дело чем-то увлекаться, второе дело делать это хорошо и как бы учить чему-то других. Мы приглашаем актеров. У нас фестиваль-семинар. Помимо того, что происходят какие-то спектакли, которые видят все, это как бы верхушка айсберга. Это самая видимая часть фестиваля. Есть огромное количество мастер-классов, тренингов, которые проводят с ребятами. И проводят очень известные люди. Несколько лет с нами сотрудничал Искандер Сакаев. Это помощник Фокина в Александринском театре из Петербурга. Наши жюри возглавляют Анастасию Олеговну Ефремову. Это очень известный театральный критик, президент фестиваля пост-ефремовское пространство, но директор фонда памяти Олега Ефремова. То есть у детей еще есть возможность пообщаться с такими великими людьми театра, которые могут их тоже наставить, помочь им в дальнейшем развитии, предложить какие-то варианты решений. До которого возраста можно принять участие? Вы знаете, самому маленькому члену коллективов у нас за всю вторую фестиваль было лет 7-6, а самому старшему 62. Но тем не менее фестиваль детских и молодежных театральных коллективов, основная масса молодежи, основная масса где-то от 13 до 18 до 25 лет. Но в то же время в этих молодежных театрах есть и... Чаще всего это родители, на самом деле. Родители детей, которые тоже вместе с ними играют в спектаклях. Так и было. Фестиваль стартовал 17-го числа. За эти пару дней что уже произошло и что впереди? За эти пару дней закончился детский этап фестиваля. Мы совсем недавно, года три назад, начали делить на два этапа. Первый этап детский, это первые три дня фестиваля, когда спектакли показываются для детей, детьми. То есть младшая возрастная группа, мы ее называем. Она закончилась вчера вечером. И на самом деле сейчас, вот мы с вами в студии, а жюри подводят итоги. Подводят итоги этого первого этапа. И определится лауреат фестиваля. Первый лауреат в этой младшей группе, также определяется лауреат в старшей группе. Нужно ведь организовать, собрать людей. Это тоже сложно. Одно дело творство, второе дело бытовые какие-то моменты. Как уехать, как приехать с билетами, что-то. Вот с этим трудности возникают. И как вы с ним справляетесь? Вы знаете, фестиваль «Карусель» – это один из лучших примеров в Рязанской области того, как общественная инициатива, вот просто общественная инициатива на голом энтузиазме была поддержана и правительством Рязанской области, была поддержана многими министерствами, была поддержана администрацией города Рязани. Это настолько уникально, мы очень благодарны в этом. И в то же время за все эти 8 лет фестиваля сформировалась уникальная команда. Эта команда, как про нее часто говорят в других регионах, про команду фестиваля «Карусель», команда молодости нашей. И как говорит Анастасия Олеговна Ефремова, наш председатель жюри, она говорит, «Этой команде я доверил бы любой фестиваль в этой стране». Это уникальная команда. Это многие выпускники 51-й школы. Это некоторые ребята из лагеря областного актива детского объединения «Пламенный». Так сложилось, да, что мы все вместе дружим, и все вместе начали делать этот фестиваль. И мне кажется, эта команда может решить любую задачу. Да, все может организовать. И самое главное, что это отличная школа, как и для собой команды. Кто ставит спектакли и насколько они серьезные? Ставят спектакли режиссеры в регионах. Это может быть по-разному, может быть, да, вот как мы уже говорили с вами. То есть это человек, который свое дело знает? Нет, не всегда. Не всегда. Да, бывает, что был пример, когда учительница литературы поняла, что она во время своего курса хочет поставить спектакль. Поставила с детьми спектакль, и он прошел конкурсный отбор и привезла его к нам сюда. Бывает то, что это профессиональный режиссер, который закончил, да, то есть режиссерское, у нее есть высшее режиссерское образование. Он ставит эти спектакли. Да, все по-разному, как сложится. Ну вот как режиссер по специальности, меня, по крайней мере, так учили, что есть много нюансов, которые придают и динамику, и интерес. То есть как появляются звезды, да, на небе, как осветить так, чтобы было интересно смотреть. Вот вы на это внимание обращаете? Насколько все это продумано? Насколько это грамотно все? И обращают ли вообще внимание вот юные артисты на это? Конечно. Или просто игра какая-то, и какие-то предметы, которые помогают им работать? Нет, нет. Ну, спектакль оценивают жюри. Мы не оцениваем спектакль. Да, это люди-профессионалы своего дела, да. У нас жюри, театральные критики, режиссеры с разных уголков нашей страны, чтобы было все по-честному. Но мы говорим с вами, что это фестиваль, семинары детских молодежных коллективов. Эти коллективы любительские. Но как они подходят к постановке своих спектаклей, как они подходят к вот этому продукту, да, к спектаклю? Они делают все, это тоже очень точно. У них есть свои осветители, у них есть свои звукорежиссеры, у них есть художник по свету, который представляет, как это сделать. Чаще всего лежат сами ребята, или лежат какие-то приглашенные специалисты. И на самом деле... Но ведь можно привести декорацию, а она не подходит для площадки. Например, качели какие-то. Ну вот негде прикрепить. Можно. Но есть такое понятие, мы очень любим все фестивальные трансформации спектакля. Но вот есть некоторые условия, да. Вот в этом году спектакли идут на площадке школы 51, на площадке Лизанского дворца молодежи. Лизанского дворца молодежи – большая сцена. Да, она, сцена больше концертная, нежели театральная. Но в то же время мы придумали такой ход, что половина зала специальным образом закрыта ферменными, ну, такими сценическими конструкциями, да, зал искусственно уменьшен. И сценическое пространство на сцене тоже искусственно уменьшено. Поэтому он создает такое ощущение театральности. Да, и ребята тоже видят сцену и подгоняют под нее свой спектакль. Они могут это сделать. Они маленькие, но уже небольшие профессионалы. Давайте напомним, куда в ближайшее оставшееся время можно попасть, чтобы посмотреть, чему-то научиться? Все просто. Здесь два варианта. Можно позвонить по телефону 99 12 75 и записаться на спектакль. Я напомню, что вход бесплатный, но по предварительной записи. И второе – можно зайти на сайт carouselfest.ru. Там есть все расписание спектакля на оставшиеся три дня. Можно выбрать спектакль и опять-таки записаться на него. Спасибо за эти 10 минут. Я напоминаю, это была программа подробностей. Говорили мы о прекрасном и великом. Не пропустите самое интересное событие, которое происходит в городе Рязани. Всего доброго.